Девушки отдыхают 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 уже третий раз. Второй раз для выпуска. И находиться в лесу, если честно, очень-очень криповенько. Я даже не знаю, как комментировать на самом деле, потому что ты идешь как в зону апокалипсиса какого-то постапокалипсиса. Как мы в прошлый раз, в принципе, с Мартой и говорили, наверное, также приблизительно выглядит Припять. Я думаю, что это маленькие животные. Может быть, ёжик? Может быть, ёжик. Я боюсь туда идти. Боже мой, сколько здесь комаров. Может, зайчик? На, успокаивай себя. Самое главное, чтобы не дикие какие-нибудь звери, ребята. Ну, у нас, ребятки, теперь есть. Аленка, ну-ка, продемонстрируй. У нас теперь есть электрошокер. С электрошокером. Сука, как страшно так? Ну, просто, понимаете, по-другому никак. Я не знаю, что это такое. Это кресло было раньше в самом конце лагеря. Помнишь? Да, принесли его сюда. Принесли сюда люди. А там сейчас еще будет то, что очень интересное. Я не могу. Мне почему-то очень страшно. Кстати, на самом деле удивительно. Алене обычно не страшно. А если даже страшно Алене, то это о многом говорит. О боже мой. Какой ужас, да? Иди вперед. Давай, женщина. Блядь, видите, разрушенный дом. Полностью развалившийся, сгоревший. Блядь, здесь реально начинать просто лесная чаща. Ну, если честно, очень крипово, ребята. И вот здесь домики. Я думаю, что мы в каком-то из этих домиков и проведем эксперимент. Просто, ребята, все, в лесу ночь. И вот я думаю, что мы вот в этом лесу, как раз-таки в этом домике, как раз-таки ближе к лесу. И проведем эксперимент, чтобы нам потом было очень страшно возвращаться обратно. И мы пугались каждого шороха и каждого звука. Ребят, полный выпуск с этого лагеря. Вы можете посмотреть ссылочки, прикрепленные сейчас в подсказках. Полностью лагерь сейчас, конечно, обходить нет смысла. Мы уже были и, в принципе, все вам показали в прошлый раз. Поэтому обязательно посмотрите, оцените. Ну, а мы сейчас для вас подготовили очень интересный эксперимент. Здесь кто-нибудь есть? Это не здесь там? Блин, мы сейчас только в ней. Как же это жестко, ребята. А вот, ребята, полностью черная комната. Вокруг проедет. А тут есть даже окно в другую комнату. Кстати, какую-то более высокую. Скорее всего, глаз-колобка. Вот. И здесь все расписано. Здесь реально, ребята, ощущения довольно приятные. Как будто здесь обряды. И, конечно же, мы сейчас с Аленкой тоже проведем здесь определенный обряд. Очень смущает, что вокруг, конечно, окна. Это просто, я не знаю, это очень страшно для тебя. Но, я думаю, такой звук, как будто кто-то подбежался по деревянному полу. В соседней комнате. И я предлагаю Алене, конечно, посмотреть, нет ли там ни каких животных. И сейчас я хочу начну съемку. И реально или нет никого там. Потому что все-таки лучше себя обезопасить. Вот как будто с того соседнего домика был звук. То есть все-таки, я хочу добавить что-то. Видите, это еще вρωANT. Тут кто-нибудь есть? Там вот дыра. Никого нет Ну, ребята, здесь, короче, вот это вот Когда мы снимали, посмотрите обязательно наш предыдущий выпуск Есть вот эта дыра в полу, которую, кстати, заложили Зачем-то Как будто бы был какой-то Звук, может, как из-под пола, я не знаю Может, там действительно живут какие-то маленькие звуки Возможно, я камеру не выключу В этот момент Так, ребятки, вернулись Может, комнату И сейчас здесь мы будем готовиться к эксперименту И через секунду вы узнаете, что это за эксперимент Первый способ, ребятки, который мы попробуем Сейчас я вам зачитаю Как вызвать лешего дома Да, то есть мы, в принципе, и выбирали нет Потому что один нет у нас будет на улице Среди деревьев, скажем так, да, с природы А другой в лесу Но это все-таки дом, да, то есть смотрите Для ритуала необходимо, ребятушки На тельный крестик Он у нас имеется, сейчас мы все покажем Глиняный горшок Имеется Сладкая каша с фруктами и ягодами Приготовлена своими руками Своими ручками Вот кашка для лешего варится Сейчас добавлю в нее Несколько ягод Голубики И добавлю туда абрикос Я думаю, что Лешему должно такое угощение Зайти и понравиться Итак, что будет дальше, смотрим И горсть любых листьев Кстати, а листья где? Лежат ли они там? Наверное Необходимо подготовить комнату Нужно отвернуть мебель к стенам Убрать с пола ковер В теплую погоду открыть окна В принципе, у нас все так и есть Так что мы будем делать Я думаю, это где-нибудь хрустеть Соответственно, мебель вся по сторонам Окна у нас открыты Следует удобно сесть Поставить перед собой горшок На его дно положить крестик И высыпать в посудину кашу Сверху содержимое емкости Рекомендуется посыпать листьями При этом и приговаривая Что приговаривая? Вы видите, уже в ходе эксперимента Эксперимента Если личной силы достаточно В комнате появится леший Чаще всего он напоминает Бесплотный дух Вдруг материзующийся в комнате Но иногда сущность приходит В обличии Но иногда сущность приходит В обличии человека Постучавшего в выходную дверь Двери нету Но у нас в принципе везде Деревянная основа Да, он может постучать Куда угодно по идее Гости обязательно нужно упустить Когда обряд будет завершен Горшок с кашей Если леший на нее не базарится Следует отнести в лес И оставить под старым деревом Уберить крестка Вот Уходить оттуда жательно Без оглядки И в абсолютном безмолвии Вот так вот Поэтому один эксперимент Мы проведем, я думаю, здесь А второй эксперимент Мы проведем уже ближе к выходу Чтобы это место уже покинуть И, так сказать, сюда не вернуться Вот Увидеть леший и общаться с ним Огромное везение Поэтому, ребятушки Вот такой эксперимент Сейчас будем пробовать Что из этого всего получится Не знаю, конечно, страшно Интересно Вперед Так, ребятки У нас есть крестик Высыпаем ее в горшочек Или можно так Можешь положить Лучше высыпать Высыпаем Кашка с абрикосами Да, кашка С ягодами и фруктами Было написано в эксперименте И кашка у нас с абрикосом И с голубикой Сверху с режима емкости Рекомендуется посыпать листьями При этом приговаривая Начинаю Для железовичок Это сна Пробудись ко мне На пюре И весь угощение Попробуй о себе Победы Обо мне Выслушай По листьям Прогорки Иди Скорей Ко мне Приди Продолжение следует... Зовите ко мне Ловите Попробуй Я железовичок Это сна Пробудись Ко мне На пюре И весь угощение Попробуй о себе Победы Обо мне Выслушай По листьям Продолжение следует... Иди Скорей Ко мне Приди Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бля, ты это видела сейчас? Что? Ты куда смотрела сейчас? На фонарь. Бля, ты это видела сейчас? Что? Ты куда смотрела сейчас? На фонарь. Ага, а я смотрела в эту дыру. Ребят, я серьезно говорю, что там сейчас про... Блядь, я не знаю, как сказать. Не образ, а знаете, как дым от сигарет, знаете, когда бывает, и вот такая вот штука, короче, прошла. Не прошла, а вот типа вот сбоку, короче, блин, она снять, да, камера-то, конечно, не снимает. Нет, тут можно, конечно, умышление, но мне ничего не показалось, кроме стука, но я думаю, что это естественный стук. Я естественный стук, да. Продолжение следует... Я хочу, чтобы поснимать эту дырку и наблюдать за этой дыркой. Я не знаю, может, ты что-то увидишь. Вообще следует бери, попробуй посмотреть, может, ты увидишь. Нас спросили ребят во время эксперимента попробовать диктофон, попробовать дырку. Сейчас мы это все дело попробуем, получится или нет. Потому что, может, получится, леший или дух этого места здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И кто? Маску шила двух мест. Ты услышала четко место. Ты двух мест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, это очень жестко на самом деле. И я не знаю, мы, конечно, это все дело на камере расшифруем. Мы постараемся расшифровать и увеличить громкость. Но я хочу, знаете, что попробовать? А попробовать дырку я думаю, стоит, потому что она спросила об этом наша подписчица Ксюша. Привет тебе! Не знаю, на какую камеру говорить. И, возможно, нам ответить с помощью штефона. А дух этого места мы тебя приветствуем. Если ты здесь, то прояви себя каким-то звуковым сигналом на диктофоне. Здесь кто-нибудь есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я думаю, минуты достаточно. Если у нас удалось что-то, там, вы слышите, ребят, вы можете дать один раз. Есть еще один аппарат с собой. Вот. И мы можем попробовать с его помощью тоже сейчас что есть ли какой-то дух. То есть этот аппарат, он измеряет частоты электроволны. Это профессиональный аппарат. Я позаимствовала у электрика. И он вообще измеряет эти электроприборы и работает на повезде электроприборов, как правило. Но мы сейчас с вами попробуем это делать здесь. Может быть, если есть какие-то души, они себя проявляют этими электроволнами. А я embedенную вот ar опыт. И я чувствую это крутой. А я более promet 간단. И ты можешь morphить. И это через нее. Г bit бит. Валерия Моника здесь, да? А, потому что у нас не смогла реакция. А, у нас есть еще одна и другая реакция. Валерия Моника здесь вообще напишет. Возьми на свой телефон, снимай. Да нет, напиши на телефон. Она просто по местности пищит на меня, ребята. Вот, 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 вот. А попробуй перезакрутить его. Убери. Вот что вы за меня, ребята. Она с тобой рядом с ней, что ли? Все. Такие маленькие. Маленькие убийцы, ребята, есть, но... Уже возле горшка нет. Какие вдальмены. Попробуй их поднести к телефону. О, она еще по-другому реагирует. Вовлекло. Какая вдальмена. От тебя. Уже только... В общем, ребята, мне непонятно, как это работает. Ну, мы тоже не можем давать сто процентов гарантии, что это как-то реагирует на потусторонние. На потусторонние. Ну, какие-то... Ну, факт остается фактом. А давай ты пройдешься, а я поснимаю. Ну, что, ребята, мне очередь. И вот тут... Часто попросить. Часто попросить. Понимаете? Как это на телефон. Вкусы, лица. Просто камерами фокусируется. В общем, звуков никаких больше нет, не знаю, мне кажется, что изначально это было, да, и всё, и всё прошло. Я не знаю, ребята, камера до сих пор не вкусилась. Это была? Это капец, это... Так, друзья, мы выходим с этой заброшки. Будет сейчас пока одна камера, ребят. Да, у нас по непонятной причине камера, которая снимала у нас фронтально, она просто выключилась, как обычно, как это часто бывает, и камера не записывала. В общем, какая-то чертовщинка всё-таки происходила. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ